Здравствуйте! Приветствую вас на Кухне Совета. Сегодня предлагаю приготовить вам вот такой интересный чизкейк. Это японский хлопковый чизкейк. Национальное японское блюдо, которое они очень любят и которое продается у них как уличная еда. Смотрите, какая у него интересная структура и предлагаю вам попробовать его приготовить. Итак, сначала нужно вскипятить воду. Когда вода закипит, ставим в мисочку так, чтобы она дном обязательно касалась горячей воды. В миску добавляем наш крем-сыр и, можно сказать, растапливаем его. Дожидаемся, пока не останется ни одного комочка и сыр не станет абсолютно гладким. Далее добавляем сливочное масло, уже мягкое, и будем его тоже так же растапливать в горячей посуде. Здесь ничего не нужно взбивать миксером, ручного венчика вам вполне хватит. Нужно просто, чтобы ингредиенты были теплыми и хорошо их соединить все. Дальше идет молоко. Также подмешиваем все аккуратно до однородности. В этом чизкейке не нужно ничего бояться, он обязательно получится, если строго следовать инструкциям. Когда масса стала однородной, снимаем ее уже с водяной бани и будем добавлять крахмал и муку. Крахмал лучше брать кукурузный, потому что картофельный может дать горечь. Все обязательно просеиваем, потому что иначе не получится такая воздушная структура. И снова аккуратно все вмешиваем венчиком. Когда все хорошо перемешали, начинаем заниматься яйцами. Берем 4 яйца и разделяем белки от желтков. Желтки идут у нас в нашу сырно-мучную массу, а белки будем потом взбивать отдельно. Этот чизкейк, конечно, далек от нашего обычного представления чизкейков на вкус. Он скорее что-то среднее между омлетом, творожной запеканкой и чизкейком. В оригинальном рецепте туда идет всего 10 граммов сахара, но я положила 100, потому что иначе он получается совсем не сладкий и чизкейком его сложно назвать. Но вы можете приготовить как по оригинальному рецепту, так и по моему варианту. Итак, все желтки размешиваем в нашей массе и откладываем ее. Главное, чтобы к моменту, когда вы желтки добавляли в массу, она была еще теплой. Теперь добавляем в белки чайную ложку лимонного сока. И будем все взбивать. Взбивать будем до первых пузырьков. Когда появится шапка из воздушных пузырьков, начнем добавлять сахар. Сахар нужно будет добавлять в 3 этапа и в итоге взбить белки до мягких пиков. Почему именно до мягких? Потому что вам потом будет проще смешать белковую и желтковую массы. Если взбить до твердых пик, то потом возможно и опадание белков, и то, что они пойдут хлопьями. Поэтому лучше остановиться на мягких пиках. Опять же скажу, что сахар можете добавить, как в оригинале, 10 грамм, можете, как у меня, 110. Но если добавить 10, то вы его совсем не почувствуете. И на десерт к чаю это не будет похоже. Вот у нас получились мягкие пики. То есть это когда вы поднимаете венчик, и клювик падает обратно, а не держится. И добавляем примерно 1 четвертую часть к желтковой массе и аккуратненько ее венчиком вмешиваем. Сейчас я переставлю, чтобы вам было лучше видно. И аккуратно. Видите, как они хорошо соединяются? Если бы мы взбили до твердых пик, то массы бы соединялись гораздо сложнее. Добавляем еще примерно 1 четвертую часть. И потом уже желтковую массу просто вольем в белковую и будем перемешивать все вместе. Вот у нас желтковая масса хорошо так разжижилась, немножечко соединилась с белками. И теперь будет хорошо соединяться уже с остальными белочками. Соединяем обе массы и будем перемешивать сначала венчиком до соединения, а потом уже лопаткой, чтобы все со стенок и со дна тоже поднять и перемешать. Масса очень нежная, с ней приятно работать. Главное, здесь не должно быть резких движений. Все движения должны быть по кругу в одну сторону и вот сверху вниз аккуратненько, пока масса не объединяется. В итоге вот такое жизненькое тесто у нас получилось. И теперь ставим в духовку греться до 150 градусов, а пока займемся кастрюлькой для выпечки. Кастрюлька у меня размером в диаметре 16 сантиметров, высоту 8. На дно кладем пергамент. Ничем ее я не смазываю. И выливаю сюда тесто. Эта кастрюлька у меня, по-моему, на 1,7 литра, если кому-то так удобнее по объемам вычислять формы. Разравниваем лопаточкой вверх. И будем подготавливать поддон, поднос, в котором будет выпекаться наш чизкейк. Обязательно ставим кастрюльку в более крупную емкость и заливаем ее кипящей водой. Именно кипящей, потому что если вы поставите в духовку емкость с водой комнатной температуры, создастся большой перепад температур и чизкейк в итоге лопнет. Поэтому заливаем кипящей водой и отправляем в разогретую до 160 градусов духовку. Ближе к низу нужно разместить чизкейк, чтобы верх сильно не запекся. На 20 минут. Если вы видите, что верх все-таки сильно запекается, сверху покройте фольгой. Через 20 минут откройте духовку на 10 секунд, чтобы выпустить жар. Опустите температуру до 100 градусов и выпекайте чизкейк еще час. После выпекания в идеале ему дать остыть прямо в духовке, но я не дождалась. Чизкейк очень аккуратно извлекается из кастрюльки. Просто переворачивайте, и он очень легко выходит, нигде не прилипает. Итак, я хочу его посыпать какао и сахарной пудрой. Впополам я их смешала, чтобы не было сильной горечи от какао. И через ситчик посыплю. Почему верх ногами оставила его? Потому что у него такая нежная структура, что я просто побоялась его туда-сюда переворачивать. Ну и мне показалось, что так даже интереснее он выглядит. В Японии такие чизкейки популярны, как уличная еда, потому что японцы не совсем признают фастфуд. Для них вот такая вот уличная еда. Это быстрый хороший перекус. И придумали они этот чизкейк, потому что хотели избавиться от лишнего жира и сахара, которые присутствуют в наших привычных европейских чизкейках. Попробуйте обязательно приготовить этот рецепт. Это очень необычная выпечка, на мой взгляд. Я даже не смогла сразу охарактеризовать вкус. Но результат мне очень понравился. Мне кажется, каждый должен его попробовать. И когда вы разрезаете этот чизкейк или ломаете его вилочкой, то слышно, как лопаются миллионы пузырьков внутри него. Если не добавлять в чизкейк много сахара, то его можно использовать как полезный завтрак или перекус. Если же добавить достаточное количество сахара, вот как у меня, то можно использовать его как десерт. Поэтому блюдо абсолютно универсальное. Мне кажется, понравится и деткам своей структуры, и взрослым будет очень интересно попробовать что-то новое. Поэтому попробуйте обязательно приготовить. Рецепт несложный. Главное просто следовать всем инструкциям, и все у вас обязательно получится. А чтобы все обязательно получилось, нужно подписаться на наш канал, написать свои впечатления в комментариях и ждать наши новые видео. Спасибо большое за внимание, за просмотр. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok